Глава седьмая. Часть первая. В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого из усадьбы. Старушка-мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля Божия относительно данного случая. Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога. В самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга. Тем не менее, настоящая его жизнь, проходившая в серьезной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребенке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также среди этих забот в его душе поднимались воспоминания о жалобном вопле слепых. Тогда он отправлялся в село, где на краю стояла теперь новая изба Федора Кандыбы и его рябово-племянника. Федор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепли. Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули. Он не будил их сознательным стремлением воли слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но кто знает, быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные, разрозненные ощущения тем успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли. Часть вторая. В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Петр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья. Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро одернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидев вперед результаты. «Он, наверное, слеп», — твердил он, — «ему не следовало бы родиться». Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос. Зрачок сокращается, ребенок видит, несомненно. Петр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись с дрожащей рукой на подоконник, он застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами. До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания. Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выделил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал ее воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы. И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова «ребенок видит» перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул. Надежда также мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу, поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто прожгли в его мозгу огненную дорогу, будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма. Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом. И вслед за этой молнией, перед его потухшими еще до рождения глазами, вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки? Он не отдавал себе отчета. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода. Они катились, как яркое солнце по небу. Они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи. Они качались, как ветви задумчивых буков. Это было только первое мгновение. И только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел. Что именно он видел и как видел, и видел ли действительно, оставалось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно. Но он стоял на своем, уверяясь, что видел небо и землю, мать, жену и Максима. В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он был так странен, что все невольно обратились к нему и кругом все смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот прежний исчез, окруженный внезапно опустившуюся на него тайной. И он был с этой тайной наедине несколько кратких мгновений. Впоследствии от них осталось только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел. Могло ли это быть на самом деле? Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к темному мозгу неизвестными путями в те минуты, когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню, теперь в минуту внезапного экстаза всплыли в мозгу как проявляющийся туманный негатив. И перед незрячими глазами встало синее небо, яркое солнце и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком. И потом и мельница, и звездные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая грустная луна, и пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых. Или в его мозгу зароились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало ту картину ярким светом. Солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков. Или все это раило с бесформенными ощущениями в той глубине темного мозга, о которой говорил Максим, и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или грустью, радостью или тоской. И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе, аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущения природы и живая любовь. Кто знает, он помнил только, как на него спустилась эта тайна, и как она его оставила. В это последнее мгновение образы звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смолкая, как дрожит и смолкает упругая струна. Сначала выше и громче, потом все тише, чуть слышно. Казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму. Вот оно скатилось и смолкло. Тьма и молчание. Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета. Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы пестрыми рядами, прорезали тьму и тоже скатились в пространство. Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто проснулся, но все еще стоял озаренный и радостный, сжимая руки матери и Максима. «Что это с тобой?» – спросила мать встревожным голосом. «Ничего. Мне кажется, что я видел вас всех. Я ведь не сплю?» «А теперь», – взволнованно спросила она, – «помнишь ли ты? Будешь ли помнить?» Слепой глубоко вздохнул. «Нет», – ответил он с усилием, – «но это ничего, потому что я отдал все это ему, ребенку и... и всем». Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения. Эпилог Прошли три года. Многочисленная публика собралась в Киеве во время контрактов слушать оригинального музыканта. Напомним, что контрактами называют киевскую ярмарку. Он был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будь то в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактовая зала была набита битком, и сбор, имевший неизвестные публике благотворительные значения, был полный. В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны, и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили жена музыканта. Не мудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, говорил в толпе какой-то заил своему соседу. У него замечательно драматическая наружность. Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному. Южно-русская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная контрактовая толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струёю, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. Казалось, по временам, то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве на кургане, навевая смутные грёзы о минувшем. Когда он смолк, гром рукоплесканий, охваченной восторгом толпы, наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенной головой, удивлённо прислушиваясь к этому грохоту, но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдное зало мгновенно притихло. В эту минуту вошёл Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды. Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвётся, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепли, полнели, становились всё более и более властными, захватывали сердце объединённой и замиравшей толпы. И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив. Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдалённому, но неумолчному рокоту, оставаясь всё время спокойной, красиво-бестрастной, холодной и безучастной. И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон. Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, всё ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый. Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слёзы. Слёзы были и на глазах его соседей. «Он прозрел, да, это правда, он прозрел», — думал Максим. Среди яркой и оживлённой мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и как он беззаботный, среди пёстрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни, всё чаще, всё настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота. «Так-так, мой мальчик», — мысленно ободрял Максим, «настигай их среди веселья и счастья». Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых. «Подайте, слепеньким, ради Христа!» Но то уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было всё то, что было и прежде, когда под его влиянием лицо Петра искажалось, и он бежал от фортепиана, не в силах бороться с её разъедающей болью. Теперь он одолел её в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды. Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни. Казалось, будто удар разразился над толпою, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание. Максим опустил голову и думал. Да, он прозрел. На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни. Он чувствует и людское горе, и людскую радость. Он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных. И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело. И он недаром прожил на свете. Ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой. Так дебютировал слепой музыкант. Слепой музыкант Приложение Горлица Голубка Координировать Согласовывать, устанавливать правильные соотношения Автальмоскоп Медицинский инструмент Специальное зеркало, употребляемое для исследования дна глазного яблока Контракты Местное название некогда славной киевской ярмарки Примечание автора Благомыслящие люди До революции так официально назывались сторонники существующей власти, враждебно настроенные по отношению к революционной деятельности Осердился на австрийцев Возмутился австрийцами, под гнетом которых тогда находилась Италия Еретик Здесь человек, отступивший от общепринятых взглядов Гарибальди Джузеппе 1807-1882 годы жизни Вождь национально-освободительного движения в Италии в середине XIX века Возглавлявший борьбу итальянского народа против австрийского гнета Папа Римский папа Верховный глава Римско-католической церкви Схизматическое Греческий Еретическое Реляция Донесение, доклад Волынец Уроженец Волыни, Волынской губернии в юго-западном крае Фурштад Немецкий Военный обоз Лядащий Слабосильный Невзрачный Поступательный Направленный вперед Поемные луга Луга, заливаемые водой во время разлива реки Лиман Залив Не мог соединить в перспективу, то есть не мог уяснить себе степень отдаленности или близости долетавших до него звуков Дисгармония Несозвучность разноголосица Физиология Наука, изучающая функции отправления организма человека и животных Психология Наука, изучающая психику человека, то есть его душевную организацию, процессы ощущения, восприятия, мышления, чувства Педагогика Наука о методах воспитания и обучения Ветеран Престарелый, испытанный в боях воин Рекрут Новобранец Здесь новый боец за социальную справедливость В Малоруссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо Примечание автора Стреха Стреха Крыша Кровля Меланхолическое Унылое Тоскливое Гармония Благозвучие Стройность звуков Малорусское Украинское Малоруссия Дореволюционное название Украины Хлоп Польский Крестьянин Казак Здесь украинский танец-казачок Или веселого польского краковяка Краковяк-польский танец Пыка По-малорусски ироническое название лица соответствует отчасти слову рожа, примечание автора Вечерницы Украинские Вечеринки Заводь Часть реки около берега с замедленным течением Гамма Последовательный ряд повышающихся или понижающихся звуков Экстаз Здесь сильное напряжение, высшая степень восторга Патетическое Волнующее Цур-то би, пэк-то би, украинский Чур тебя, сгинь пропади Чи, украинский Или Паныч, украинский Барыч, барыч, барчук Пансион Среднее учебное заведение В женских пансионах главное внимание было обращено на рукоделие, умение говорить по-французски и на хорошие манеры Специфический Особенный, свойственный исключительно чему-нибудь Здесь конюшни Сыромятные ремни Сделанные из сыромяти, вымоченной и промятой кожи, употребляемой на конскую упряжь Чуприна, украинский Длинный клок волос на голове Регистр Здесь широта звукового объема Чуботями, сапогами Аккорд Одновременное стройное сочетание нескольких звуков Яггарна, украинский Как хорошо Бачьякаво, но штука Украинский Смотри, какая это штука Вибрация Быстрые, незначительные изменения высоты тона, происходящие от дрожания струны Эксперимент Опыт Ноктюрн Французский Небольшое музыкальное произведение лирического, задумчиво-мечтательного характера Подпасок Помощник пастуха Обычно в Подпаске брали подростков Рацея Наставление Парубок Украинский Парень То есть мечтал о возрождении Запорожской сечи Так называлась организация украинских казаков, возникшая в XVI веке В XVII веке сечь была центром восстаний против польской шляхты В 1775 году по указу Екатерины II сечь была распущена Эпос Здесь украинские исторические песни, возникшие в казацкой среде в XVI-XVII веках Экспедиция в Чайках Военный поход в отдаленные места в длинных и узких лодках В таких лодках запорожцы совершали свои воинственные набеги Необачный Украинский Беспечный Неосмотрительный Импровизация Здесь музыкальное произведение, сочиненное в момент исполнения, без предварительной подготовки В юго-западном крае довольно развита система арендований имений Арендатор, по местному посессор, является как бы управителем имения Он выплачивает владельцу известную сумму А затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода Примечание автора Потрава Испорченные скотом травы-посевы Аренда Наем недвижимого имущества, здесь имение, во временное пользование за плату по договору Эконом Домовод, заведующий хозяйством Покаювка Польский Горничная служанка Костел Польская католическая церковь Громницей Называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури А также дают в руки умирающему Примечание автора Отец Папеш Польский Папа Римский Вольтер Французский писатель и философ Восемнадцатого века Противник абсолютизма Неограниченной политической власти и церкви Вольтерьянцы Последователи Вольтера По утверждению католика Вольтер и вольтерьянцы Должны были после смерти попасть в ад Где кипят огромные котлы со смолой В которую бесы бросают грешников Компромисс Соглашение, достигнутое путем взаимной уступки При столкновении различных интересов, мнений и так далее Прима Латинский Во-первых Секунда Латинский Во-вторых Шляхчич славного герба Дворянин знаменитого прославленного рода Дворянский герб Изображал щит с различными эмблемами Условными изображениями каких-либо понятий, идей Связанными с историей рода Меняли мечи на требники То есть Оставляли военную службу и принимали монашество Становились служителями культа Требник Церковная книга, по которой совершаются требы Религиозные обряды Крестины, браки и прочее Орбис терарум Латинский Земной шар Паненко Польский Девушка Колорит Здесь своеобразие, характерная особенность Кадет Воспитанник среднего военно-учебного заведения в дореволюционной России Свитка Верхняя длинная одежда украинцев Сорочка Рубашка Романтизм Здесь идеализация действительности Корбованец Украинский Серебряный рубль Машна Карман Кошелек Идеальные панычи Идеальные панычи Бурчуки Идеализирующая действительность Не имеющая практического опыта в жизни Розни Розни отцов и детей Рознь В мировоззрении поколений Старого и молодого Выражение возникло из романа Ивана Сергеевича Тургенева Отцы и дети Народолюбие Имеется в виду народничество Течение, возникшее в 60-70-х годах XIX века Среди революционно настроенной разночинной интеллигенции Революционная молодежь шла в народ, в деревню С целью поднять крестьянство на борьбу с самодержавием Смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма То есть смотрели глазами романтиков, идеализируя народную жизнь Перспектива Здесь план-вид на будущее Рутина Рабское следование известным навыкам боязни всего нового Тенденциозное Здесь намеренное, умышленное Докторальный тон Наставительный, категорический, недопускающий возражений Этнографический материал Материал для изучения быта и нравов народа Его материальной и духовной культуры Народные обычаи, песни, предания, сказки, пословицы и поговорки Интимный, глубоко личный, скрываемый от посторонних Сентенция Нравоучительное изречение Щекотливые темы Здесь темы, касающиеся интимной жизни Парапет Ограда Перила Роскоши шукалы Украинский Приволия искали Иероглиф Здесь трудно читаемый условный знак Бабье лето Здесь Тенетник Паутина, летающая осенью по полям и лесам Левада Украинский Отгороженные приусадебные участки Земли, заросшие травой Жалунер Польский Солдат польской пехоты Ментор Наставник Учитель Перелаз Место, где можно перелезть Рыдван Старомодный громоздкий экипаж Журавль Тонкий длинный шест Служащий рычагом для подъема воды из колодца Эолова арфа Рамка с натянутыми на ней струнами Которые звучат от действия ветра Куколь Сорная трава Ваташко Украинский Начальник-предводитель отряда гайдамаков Украинских казаков-повстанцев Участников борьбы с Польшей Мирза Князь Славитный Украинский Знаменитый Прославленный От щирого сердца Украинский От чистого сердца Искренне Он им Тем Не маючи зваги на колецтва Украинский Не имея уважения к увечью От якої Украинский От какой Вулцы на степу Украинский Вулки в степи Не пошанували Украинский Не пощадили Незаводная Польский Нерушимая Булава И бунчук Здесь Изображение Знаков Власти Гетьмана Начальника Запорожских Казаков Булава Палка С шаром На конце Бунчук Длинная Древка Украшенная Белым Лошадиным Хвостом Рок Год Сайдак Лук Не бачуть Очима Украинский Не видят глазами Кашевой Атаман Главный начальник Запорожского войска Рушница Украинский Ружье Чайковский Украинец-романтик Известный под именем Садыко Паши Мечтал Организовать Казачество Как самостоятельную Политическую силу В Турции Примечание Автора Апелляция Здесь Призыв Обращения За поддержкой Советом Импонирующая Внушающая Уважение Располагающая В свою пользу Послушник Прислужник В монастыре Готовящийся Стать монахом Ряса Монашеская Длинная Верхняя Одежда Черного Цвета Столбовка Кредитка Бумажный Денежный Знак В народе Такое название Возникло Потому что По бокам Ее Были орнаменты Узоры В виде Столбов Мнози Суть Начинающие Кончающие Же В мале Церковнославянский Много Начинающих Кончающих Же Мало Афоризм Краткое Изречение Я Катати Внощи Церковнославянский Как Вор Ночью Подголосок Небольшой Колокол Который Вторит Звону Большого Колокола Нехай Суби Украинский Пусть Себе Ось Як Ты Их Налякав Украинский Вот Как Ты Их Напугал Иллюзия Здесь Впечатление Символ Здесь Знак Каплица Польский Часовня Фактор Здесь В дореволюционной России Посредник В делах Комиссионер Чумаки Украинские Крестьяне Возившие На валах Хлеб Для продажи В Крым И на Дон И привозившие Оттуда Соль и рыбу Кощунствовать Оскорбительно Относиться К чему-либо Всеми Почитаемому Местечко На Украине Большое селение Городского Типа Креница Родник Банда Здесь Группа Обед Обещание Контрактами Называют Киевскую Ярмарку Примечание Автора Заил Злой Придирчивый Критик